В эфире новости экономики. Партнер выпуска инвестиционная компания Финам. Котировки нефти также в течение всей недели снижались. Отчасти этому поспособствовала экспирация фьючерсов по сорту бренд. Отчасти плохая статистика по запасам. Вызывают у инвесторов опасения и способности Ливии и Нигерии соблюдать далее необходимый уровень дисциплины в части объемов добычи. ОПЕК полагает, что обе страны слегка мухлюют с цифрами, добывая и экспортируя на деле больше, чем должны и больше, чем пишут в отчетах. На российском фондовом рынке основные настроения определялись отчетностью корпораций и местными новостями. Так, чистая прибыль аэрофлота по МСФО за 2017 год снизилась на 40,6%. Впрочем, инвесторы не восприняли эту отчетность негативно, понимая, что операционные показатели компании за год существенно улучшились, а снижение прибыли было вызвано объективными и, в общем-то, временными причинами. Отчиталась и сама Московская биржа. Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2017 году упала на 19,6%. Заметно снизились операционные доходы, включая процентные и комиссионные. Причем процентные доходы упали на треть. Не порадовала и корпорация ExxonMobil, заявившая, что выходит из совместного предприятия с Роснефтью из-за санкций. Решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере 200 миллионов долларов. В 2013 и 2014 годах Exxon и Роснефть создали различные подразделения для проведения разведочных и исследовательских работ в Карском море, Море Лаптевых, Чукотском и в Черном морях. Отечественная валюта под давлением снижающейся нефти и падающих фондовых рынков устоять неподвижно, конечно, не могла. Но и проявила себя достаточно хорошо. Относительно доллара рубль потерял за неделю 2,7%. Относительно евро снижение составило и вовсе 2,4%. В последнее время рубль из раза в раз демонстрирует заметное снижение своей зависимости от стоимости углеводородов. Нельзя сказать, чтобы он стал совсем самостоятельным, но его колебания уже не столь значительны, как колебания котировок нефти. И на сегодня это все. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 7 марта. Доллар 56,50 рубля, евро 69,73 рубля.